В единый день голосования жители Маевского сельского поселения выбрали главу сельской администрации. Им стал Андрей Дмитриченко. На этой неделе он официально вступил в должность. Жители выдали главе поселения настоящий кредит доверия. Зарегистрированный кандидат Андрей Дмитриченко на выборах получил более 95% от общего числа голосов избирателей, отданных за всех включенных в избирательный бюллетень кандидатов. Состоялась открытая сессия Совета Маевского сельского поселения, посвященная вступлению в должность избранного главы поселения. На мероприятии присутствовали депутаты совета, а также приглашенные жители-общественники. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянска Анатолий Чумаков проинформировал собравшихся о результатах выборов. Мы поздравляем вас с избранным главой поселения. Желаем вам, во-первых, здоровья, во-вторых, терпения, третий – понимание именно тех людей, которые здесь работают. И было приятно слышать, когда я приезжал в таком поселении, разговаривал с нашими избирателями, жителями, которые говорили, что мы будем голосовать за действующую главу. Депутаты Совета Маевского поселения единогласно проголосовали за вступление в должность Андрея Дмитриченко. Анатолий Чумаков поздравил главу с этим событием и вручил ему служебное удостоверение. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что изменения к лучшему в поселении очевидны для всех. И эта работа будет продолжена. Я считаю, что действительно это перевыборы, скажем так, на второй срок. Это результат большого труда, прежде всего главы. Конечно же, это все вы, кто здесь присутствует. Вы вместе делаете то, что сегодня происходит. Я считаю, происходят изменения. Хотел бы сказать, что есть поговорка, знаете, когда много вопросов возникает, но нужно быть честным, порядочным, и многие вопросы снимаются. Мне кажется, Андрей Венч очень переживает за поселение, является действительно порядочным человеком, старается слышать жителей, открытый человек. Поэтому я считаю, что достойная кандидатура, и мне приятно, что вы поддержали именно Андрея Венча. Но не буду больше говорить. Поздравляем. А вам всем удачи, успехов, всего самого доброго. Андрей Дмитриченко от всей души поблагодарил избирателей за оказанное ему высокое доверие, и заверил собравшихся, что не подведет земляков, продолжив серьезный курс на социально-экономическое развитие поселения. Большое спасибо всем за оказанное доверие. Это огромное доверие, которое я очень ценю, и постараюсь ни в коем случае не подвести вас, жителей. Мы, администрация, всегда открыты, всегда рады вас видеть с вашими советами, пожеланиями, предложениями. И мы не будем сбавлять тем. Это поддержка со стороны администрации района очень сильная. Без нее мы бы многое, конечно, не достигли. Так что большое спасибо, Роман Иванович, за поддержку, за терпение. Ну и хочется сказать, темпы мы сбрасывать не будем, а будем наоборот наращивать. Сейчас становится у нас красиво, но будет, я думаю, еще красивее. Мы должны прийти к тому уровню, чтобы не мы ехали в город, а город ехал к нам. Самые добрые слова в адрес главы поселения прозвучали от депутатов, представителей духовенства, ветеранов, жителей. Все они надеются на плодотворную совместную работу, которая принесет новые успехи в развитии их малой родины. Я считаю, что наше поселение, наша малая родина, она одна из лучших не только в Славянском районе, но и в Краснодарском крае. И здесь жители очень дружные, работаем, команда очень дружная. И Андрей Евгеньевич очень открытый и доброжелательный человек. Ни одного вопроса, сколько у людей возникало, вот я знаю, не было отказа. Он принимает абсолютно всех и старается решить абсолютно все вопросы. Могу сказать о нем только положительное, потому что любой вопрос, с которым подойдет директор школы или любой житель к нашему главе, он обязательно будет решен. Хочется пожелать ему, чтобы он и впредь добивался таких же успехов, какие были в первый период его правления в должности главы. Надеюсь, что так оно и будет, потому что энергии ему не занимать, а мы его всегда поддержим. Андрей Дмитриченко работает в тесном контакте с жителями, депутатским корпусом, районными властями, и это помогает решать поставленные задачи. Выданный ему реальный кредит доверия земляков поможет в предстоящей работе на благо жителей Маевского сельского поселения. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».